Всем привет, с вами Максон, и это 16-й бой нашего турнирчика. Это Iron Man матч у нас на очереди. В общем, аренка SummerSlam, летний позитив, короче, такой вот. Ну, в общем, ладно, не буду я смотреть до конца свой выход. Сейчас представят нам Special Referee. Арт-труф. В общем, всё как обычно. Меняются только у нас, в общем, участники. Первый из которых выходит сейчас на ринг, это, как вы видите, Ray Mysterio. Ray Mysterio у нас играет Стас Агафонов. Достался он ему. Вот такая вот голубенькая отерка. Даже не голубенькая, она, наверное, бирюзовая, если правильнее так уточнить. Она, в общем, прикольная, в принципе. Цвет так прикольный. Вот. Iron Man у нас, в принципе, для меня лично любимый тип боя для турнира. Потому что здесь обычно бывает интрига. Но, как мы видели, допустим, в бою гробовщика, первое, что приходит в голову, интрига бывает не всегда. И второй участник, это Биг Джонстед, которым играет Женя Нохлин. Выбрал этого рестлера вообще. Ввёл его, так скажем, в турнир, по-моему, Илья Коффман. Но я не уверен. Но, в общем, достался он не ему. Но достался Жене Нохлину. Поэтому такие дела. Придётся ему, им и играть. Ну что же, начинается Мочилова. Надеюсь, никаких тормозов здесь не будет. Во, позырите, насколько больше Рэй Мистерио Биг Джонстед. Или, я не знаю, может быть, мне так показалось просто. Но, по-моему, не показалось. Реально гигантский какой-то Биг Джонстед. Но он какой-то широкий, если честно. А Рэй Мистерио просто как дитё какое-то, ну так кажется. По сравнению с ним, видели. Сейчас нагнулся Биг Джонстед. И он был практически одного роста с Рэй Мистерио. Ну, в общем, ладно. 15 минут дано обоим участникам. А я бы, наверное, хотел сказать про тех людей, которым вы хотите дать, в общем, реванш или что-то. Типа того, как я сделаю с этой ситуацией. Я, в принципе, написал об этом в группе. Но объясню для тех, кто в ВК, допустим, не присутствует. В общем, дела у нас, я так понимаю, обстоят так. Как я у вас уже спрашивал, я хотел... А я? Почему у меня отнимается полоска, когда в меня попадают предметы? Я же не специально. Достают у нас тут предметы, полный склад вещей на ринге. По-моему, Мистерио больше ничего не достанет. Отсюда можно взять стилстепс, конечно, ещё. Но, в общем, ладно. Я скажу пока про людей. И вы на момент выпуска 10 эпизодов, в общем, 10 матчей, я так понимаю, захотели... Ну, двоих точно. Вот это Джастин Гэбриэл и Дин Эмброуз. Вот этим участникам точно все хотят дать реванш. Но есть ещё также Крис Джерико. Это было, по-моему, в девятом матче или что-то типа того. Как раз сегодня выложил. Его захотели, я не знаю почему, лично я как-то не обращал внимания, не хотел его брать. Ну, почему-то мне казалось, что всё там честно было и нормально. В общем, народ захотел Джерико увидеть ещё в следующем. Ну, в общем, дать ему шанс. И, наверное, Батисту. Ну, я вот что-то не знаю насчёт Батисты тоже. Ну, как-то посмотрим, короче. Ещё, лично я... Ну, как я, в общем, см... Всё, блин, забутался. Смотрите, как я написал в группе. По... на момент выхода... Так, Хурикан Раннер ломается стол. Отлично. Я просто отвлекаюсь на бой и хочется комментировать бой, а не говорить что-то лишнее. Я думаю, так будет даже правильнее. В общем, нужно договорить. Короче, смотрите. Прямо вляху. Гасонол Мистерио. Биг Джонсет. На момент выпуска десяти эпизодов вы из этих эпизодов выбрали своих участников. Ну, а дальше вы не видели бои. Сегодня я постараюсь... Ну, я должен сегодня записать оставшиеся четыре для себя боя. Ну, для вас не четыре, конечно. Хотя, да, четыре. Включая вот этот. Вот. И уже затем на основании их решать, кого пропускать в следующие круги. На сегодняшний день, вот сейчас в группе, так, Хурикан Рана, и я думал, это будет с пином. И, в общем, на сегодняшний день в группе написали только про Джастина Гэбриэла, Дина Эмброза и Криса Джерику. Ну, и чуть-чуть там про Батисту. Вот. У остальных не хотят пропускать куда-то. Ну, я тоже думаю, что правильно, потому что там остальные вроде как-то... Ну, нету причины, чтобы их пропускать или давать им еще какой-то шанс. Вот. Я еще хочу лично сам добрать рестлеров в эпизодах, которых вы не видели. Но мне кажется, что нужно дать им шанс. Не знаю, как вы потом, когда посмотрите эти видео, согласитесь или нет, но вы их уже посмотрели на данный момент, вот, когда я записываю это видео. Хотя нет, когда я записываю видео, вы не посмотрели. Но когда вы смотрите этот эпизод, вы их видели. Короче, в матч я еще хочу дальше дать шанс Шеймусу, который дарился у нас, по-моему, в Хэллэн Сэлл, если я не ошибаюсь, недавно. А также Роману Рейнсу, где там его просто засабмитили, так скажем, да? Итого у нас получается 6 участников, если считать Батисту. Но, есть одно небольшое. Но, разбит стол хорошо. Отлично сейчас было. В общем, небольшое но состоит в том, что если вот в этих 4 оставшихся, которые мне нужно записать в матче, включая, которые вы сейчас наблюдаете, я еще кого-то увижу, кто реально, ну, наверное, заслуживает какого-то реванша, то я заменю кого-то из тех участников, которые уже есть. Либо же не заменю, если вы все-таки согласитесь на Батисту, я еще почитаю сегодня комментарии, то устрою, в общем, не два по трипл фред, а один там фаттл форвый, один может быть какой-то бой один на один. В общем, суть в том, я так понимаю, что я еще не сказал ничего нормального. Так, прыжочек от Мистерию, хорошо, но удержание никто не делает. Мне кажется, зря. Именно в Ironman матче нужно пинить, чтобы счет более-менее накапливался, накапливался, и интрижечка все равно была, чтобы не только один другого избивал, а при этом, если он его удержит, я думаю, тот, кого избивают, подсоберется как-то, что ли, и тоже захочет зарабатывать очки, навешивать люлей. Мне кажется, если сейчас будет суплекс, то не добросят Биг Джонс Тетрая Мистерию, хотя сейчас давайте посмотрим. Долетит, наверное, да? Бросочек ломается, стол, ух, крутень. Вот это просто... Бой идет хорошо. Мне нравится ведение и стиль от обоих участников, от обоих рестлеров. Круто, круто. Я уже сегодня не первый раз хлопаю, тем более здесь все ништяк. Так вот, мысль состоит в том, в общем, у нас есть, как вы знаете, техническое поражение в матче с участием Дэниела Брайана и Андре Веджайанта, в котором проходит дальше Андре Веджайант, а Дэниел Брайан покидает наш турнир, даже не сыграв матча. Вот. Есть еще один такой бой с техническим поражением. Я сейчас постараюсь у себя его найти. По-моему, это бой... Блин, у меня как назло... В общем, ага, нашел. Хит Слейтера и Сета Роулинса, в котором дальше проходит Хит Слейтер. Дмитрий Пагикаров. А Сета Роулинс у нас так и не поиграл. В общем, я не знаю, какие причины. Как раз-таки их нету, поэтому вот техническое поражение по истечении двух дней. Вот. Сета Роулинс покидает наш турнир. Хит Слейтер проходит дальше. Но как же связаны эти бои с покинувшими участниками и бои, которые... Ну, в общем, за вторые шансы. Объясняю. Люди, которые будут драться в матчах за второй шанс, занимают места либо Сета Роулинса, либо Дэниела Убрайана. И... Получается, что у нас еще не проходит дальше Хит Слейтер, Дмитрий Пагикаров, да? И также еще не проходит дальше Андре Веджайент. Я не знаю, у меня не написано, кто им играет. По-моему, Дмитрий Кучко, если я не ошибаюсь. Вот. И... Поэтому... То, что я говорил, что они уже прошли дальше, это не так. Им еще будет... Им, короче, будет предстоять матч с человеками, с людьми, которые, в общем, будут играть за матч второго шанса, так скажем. С одной стороны, это может быть неправильно в плане того, что тот, кто... уже... Ой-ой-ой, нехреннести, раскруточка. Ха-ха, круто. В плане того, что тот, кто уже будет играть за второй шанс, те уже будут играть свой третий бой в этом первом круге, да? Но, с другой стороны, это и правильно. Так, ломается у нас баррикада. Просто осом. Осом бой идет. Жаль, что я отвлекаюсь на какую-то хреновину. Но я пытаюсь объяснить вам то, что связано с турниром, а не просто так что-то не по делу. Эй, а что у меня полоска? Я не могу внизу что-то считать? Так. Ну, в общем... А правильно в том, что... Ну, правильно в этой ситуации так поступать в том, что тот, кто как раз-таки вылетал, те играют больше матчей для того, чтобы пробиться лишь во второй тур. То есть, вот такие дела у нас получаются. Ну, это те люди, которым зрители дают шанс. Я, конечно, понимаю, что обидно тем, кому зрители не хотят давать шанс. Ну, наверное, вы не впечатлили в своем бою или что-то еще. Ну, я вот точно... Тоже вот... Кому я точно бы дал это вот? Джастину Гэбриэлу. Потому что видно было его рвение. Что-то показать. Но участник вот против него, который игравший, он вот... Ну, он потом, в принципе, сам. Там в основном большинство, те, кому хотят дать второй шанс, их участники в их боях... Так, удержание. Отпускает ремиссер, наверное. Вот. Сами участники, которые их выиграли, они говорят, ну, типа, я не против, чтобы им, в общем, поиграть реванш. Но нет, реванш никаких не будет. Тот, кто выиграл, тот выиграл. Но будут переигровки между вылетевшими. Отлично! Это было что-то типа DDT или что, я не понял. Но, в общем, стол сломался. Это было реально круто. Этот бой, он классный. Всего лишь 15 минут. А сколько всего офигенных моментов. Сколько столов сломано. Это то, что я люблю. А лайкать? Чертовы разговоры этого комментатора. Напрягаю, да? Ох, отлично! Боже мой. По-моему, этим ребятам вдвоем нужно проходить следующий круг. Я не удивлюсь, если здесь будет ничья. Это реально классные... Классные бои. Они показывают. Мувсет вот просто, вот я не знаю. Рэй Мистерию ломает всякими бросочками. Точнее, ну, типа, бульдогами или еще чем-то. Столы. А Биг Джонстод, так как он большой, он просто поднимает Мистерию и швыряет на эти всякие предметы. Вот бой классный. Просто реально awesome. Я не знаю. Пока вот на данный момент лидирует у нас там в группе по опросам бой на Макса Юсева. Ну, в общем, где Лагала. И с кем он там играл. Я скажу. А то мы все, когда характеризуем этот бой, все, Макс Юсев, Макс Юсев, как будто он там один играл. Конечно же, не один. Обидно должно быть второму участнику. Александр Миронов с ним, в общем, противостоял, так скажем, в том бое. Рок-ретро. А у нас тут, видимо, идет борьба за то, кто кого засунет в угол ринга и кто кому сделает какой-то суплекс или что-то еще, разбив, в общем, стол, который тут уже заготовлен. Сейчас будет, походу, еще один классненький момент. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, не долетел немножечко до стола. Ray Mysterio было бы прикольно, если бы стол расфигарился. А вот, смотрите, что делает Big John Set. Ага. Только не на стол, но все равно круто. И удержание. Раз. Два. И вырывается Ray Mysterio. Хм, интересно. Не знаю, я впечатлен этим боем, даже по истечении 10 минут, ну, 11. Классно все происходит. Я, несмотря на то, что я базарил, я наблюдаю за боем и мне все жутко нравится. И самое, что интересно, что здесь до сих пор сохраняется интрига. По-прежнему у нас счет 0-0 и еще никто никому не сделал неудачного пина, неудачного сабмишина. Вот, заметно. Вот, согласитесь, я не знаю, те, кто там все не понимает, что такого в приемах на бегу, что такого в сабмишинах. Ну, вот вы посмотрите на Тебо и вот на этот. Ну, вот есть ведь разница. Или там сабмишин, 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 сабмишин. Ой, пин. Сабмишин, 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 сабмишин. Здесь хотя бы вот, я не знаю, ох, еще один стол. Отлично, отлично. Осом. Здесь сломаются столы, здесь просто дерутся. Здесь нет никакой борьбы за пин. Конечно же, если как-то протискивать между этими классными моментами пины с одной и с другой стороны, чтобы прям интрига-интрига была, ой, как он держит лестницу, что за... What the fuck? Вот. То было бы еще круче, но и без этого хороший бой. Лучше, по крайней мере, чем те, где одни сабмишин, одни приемы на бегу, бульдоги и прочее. Я не запрещаю приемы на бегу, но каждый второй прием делать их, это, ну... Ну, их реверсировать не то, чтобы сложно, но они наносят много урона, если я правильно понимаю. И одни как-то, ну... Если вы посмотрите мои старые видео, я часто там делал, мне даже кто-то недавно в SWR-K11 под каким-то видосом написал, сколько же приемов на бегу. И реально, если я смотрю свои старые видео, это просто так, о боже, как я же играл в эту игру. В основном, я соглашаюсь с теми, кто говорит, что так, играют школьники или еще кто-то. Ну, конечно, у нас правильно кто-то, я видел тоже в комментах, писал, что 90% участников это школьники. Ну, ничего в этом такого, конечно, нету. Есть и постарше, наверное, я, да? Ну, и еще там есть, конечно же, народ. Вот. SWR требует зрителей, кстати. Слышно тут, вон, народ. О, вот так, кстати, я никогда не делал суплекс вот на такие, на эти стелл-степсы вот так стоящие. Было бы классно, да? Там уже позвоночник сломать, если... Да ну, нафиг жесть. Даже боюсь себе представить этот момент. Так, стулом хотел накрыть сверху Биг Джонс от Рея Мистерию, не получилось, ответочка тоже не вышла, и это будет, я не знаю, сигнатура, либо финишер Биг Джонс. Я не знаю, какой у него мувсет, если честно, сори, если кто обиделся. Раз, два, три. 1-0 в пользу Биг Джонс тогда становится на счет. Это, наверное, потому что у него желтые, ой, зеленые штаны, как и у меня. Так, практически вылетел у нас Биг Джонсет, и тут бы ему ОМГ момент какой-нибудь, да, но реверсирует Биг Джон, и хочет все-таки сделать какой-то суплекс, или что-то типа того, а зрители продолжают скандировать 619, 619, это будет идти на стул, так, блин, они, по-моему, даже меня начинают перекрикивать, эти людишки. Так, это чего? Это сворачивание от Рея Мистерию, раз, вырывается Биг Джонсет. Чего себе, в другой, в этот вот угол его, в нижний правый закинь, но, хотя, возможно, стелс-теп стоят, но они где-то на середине, мне кажется, ни туда, ни сюда, хотя, наверное, да, ближе к верхнему углу все-таки, ну-ка, нет, отъехали, а вот сейчас попробовать, а ну, был бы, не знаю, мне кажется, жестко, очень, ой, это чего, это такое, бум, нокаут, нокаут вносяру, ой, такой зарыпался, Ray Mysterio, но что-то не получилось у него ничего сделать, МГ-момент для Ray, и походу, это все, ну, тут реально классно, DDT Ray Mysterio, выдержит, отчет, точно, раз, два, достает еще один стол Big John set, три, залезает на ринг Ray Mysterio, но ему нужно было делать пин, ему нужно сейчас прям делать пин, прямо сейчас, Ray, но, видим, что ему это не удастся сделать, потому что время вышло, я даже не знаю, что и сказать, вот, вот как отнестись к этому бою, awesome, реально, музыка в тему, это, это реально awesome, хороший был бой, но, вот, я не знаю, просто все эти решения с пароходом одного из участников, который проиграл дальше, возможность сыграть реванш, второй шанс и прочее, это очень спорные моменты, к которым нужно отнестись очень серьезно, по крайней мере, мне, ведь последнее решение за мной, все-таки, но зрители играют бы очень большую роль, я сам просто так, вряд ли кого-то могу назвать, ну, блин, в общем, я не знаю, если вы хотите, но вы не увидите этот бой, видите, мне нужно сейчас прям принять практически, грубо говоря, решение, это у нас был 16, да, это будет на 8 день, через 3 дня, нет, я не смогу так долго дотянуть времени, просто если я дотяну его, то будет очень большой перерыв без видео, а я хотел каждый день прям выкладывать, чтобы практически все начало августа и там до конца у нас были видео, 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 вот, поэтому я не хочу делать перерыв, и мне приходит, придется решать этот, в общем, образовавшийся случай, но Рейми Серио показывал хороший бой, просто тут делаю случай одного удержания, мне кажется, было бы больше времени, бой был бы еще круче, и потом пошло месило вот это, возможно, вот не рассчитал немножко со временем Рейми Серио, не знаю, если честно, я его хочу пропихнуть дальше, я прям это и делаю, ну не то, чтобы пропихнуть, ему еще нужно будет выиграть матч, и потом еще заново сыграть в первом круге, так что, вы смотрите, там ему нужно будет пройти еще жесткий отбор, это не, хотя, подождите, нет, все-таки проиграл, так проиграл, я хотел подумать насчет матча, какого было в матче, Александра Миронова и Макса Юсева, но нет, так не получится, вот, ну, в общем, ладно, я вписываю Рейми Серио, тем более, видим, что он адекватный воспитанный парень, вроде как, Рейми Серио, записываю, и с Батисту у нас получается семь участников, может быть, у нас один Фатал Форовый за выход в первый круг еще одного участника и второй бой будет Трипл Фред, но сегодня еще будет у нас три боя, в которых я определю, кому можно будет дать второй шанс, я не знаю, может быть, вы даже не согласны с Шеймусом и Романом Рейнсом, но, но пусть это решение будет за мной, как за организатором турнира, в любом случае, я никого просто так не пропихиваю дальше, им нужно будет еще сыграть бой, а тем, кому может быть обидно, да, что я их не пропихиваю, но они тоже проиграли первый бой, ну, значит, вы мне как-то не запомнились и остальным, потому что остальные ничего не пишут насчет вас, значит, бой был ваш не очень, ну, в общем, ладно, я думаю, с этим все понятно, всем спасибо за просмотр, с вами был Максон, это был 16-й бой нашего турнира, я еще раз назову тех рессеров, которые, наверное, будут играть свои реванши, это Джастин Гэбриэл, Крис Джерико, Дейв Батиста, Дин Эмброуз, Шеймус, Роман Рейнс и Рэй Мистерио, по именам я конкретно не назову, но имена это не самое главное в нашем турнире, всем спасибо за просмотр, еще раз, всем пока.